Трагедия произошла в этом дворе. Здесь всё в крови. Молодые родители переехали из города в маленький домик у моря на лето, чтобы оздоровить детей. Младенец спал во дворе. Рядом играла его полуторагодовалая сестричка. Мама отвлеклась лишь на минутку, чтобы забежать на кухню, где варился суп. Слышала дикий вопль своей старшей дочери. Она забежала на кухню, в помощи просить братик. Он его очень любил. Я выбегаю с цивилины на руках и смотрю на коляске, на моём ребёнке сидит эта огромная обезьяна. Потом через забор перескочил рабочий соседский, начал её оттаскивать. На обезьяне не было ни цепи, ничего. Он её не знал, как схватить, с какой стороны. И начал её бить стулом. Всё произошло мгновенно. Мать не успела отбить дикое животное. Потом она резко выбросила малыша с коляски к черешне. Тогда я уже его схватила и побежала звать на помощь к дороге. Но головка была вся в этом. Сыночка, Алик, я его так люблю. Владимиру был всего месяц. Они собирались покрестить малыша на этой неделе. Уже купили крестик. Договорились с батюшкой совершить обряд в выходные. Она никогда не оставляла детей одних. Приходилось брать малышей с собой даже в туалет, который расположен на улице. Во двор всё время забегали дикие кабаны и козы. А их владельцы возводят очередной гостиничный комплекс. Они считают, что зверинец, который они устроили во дворе, привлечёт больше отдыхающих. И то, что крики диких животных просто сводят с ума соседей, их не волнует. С самого начала, как переехали, купили дом эти соседи, наша жизнь вообще превратилась в кошмар. Они построили дом на голове. Я сначала обратилась в ГАСКО, потому что у них незаконно, у них не было документов никаких на стройку. Мне ответила ГАСКО, что стройка приостановлена, документов у них нет. Стройка продолжалась. Потом они одного медведя привезли на цепи, без клетки. Мы нажаловались. Его увезли. Привезли второго. Клетки с животными выходят во двор пострадавшей семьи. Медведя можно кормить с руки. На днях он разорвал пробегающего мимо клетки поросёнка. Поросёнок проходил мимо варьера. И тот его схватил и разорвал на части на глазах у отдыхающих, у детей. То есть точно так же мог проходить ребёнок и разорвали бы ребёнка. Нету никакого дополнительного ограждения, чтобы от лап медведя спасти. Потому что у него лапы сколько? Ну, вместо сантиметров 70 с клетки вытащить, это вообще у него не проблема. Моя внучка плачет. Она очень боится криков вот этих обезьян. Обезьянки кричат так сильно, что особенно в вечернее время. Спать, а окна наши выходят прямо сюда, в спальне детской, это невозможно. Владельцем частного зверинца является 65-летний житель Нахимовского района. Он уехал вместе с женой на следующий день после трагедии. Напоследок они выкрикнули рыдающей матери, что им помогут избежать ответственности. Ведь у них связи. Ну, скорее всего, здесь есть отношения, связи хорошие, потому что крышует кто-то. И потом обживаются всем этим соседям вокруг, живущим рядом, где произошло это ЧП. Жалоб в милицию было очень много. Как эти жалобы доходили и докуда, на какой стол они ложились, немножко всем известно. И на этом прекращались все действия. Тоже соседствую с этим домостроением. Я знаю, что документов нету на это домостроение. И что могу сказать, что постоянные крики, присмотра за ними тоже я не вижу. Если человек хочет иметь какой-то за уголок, то здесь должны быть вольеры, клетки. И должна быть территория для этого. А у него все вот здесь на голове. У этих людей, которые живут за ним за стеной. В сообщение о смерти мальчика поступило в дежурную часть полиции Нахимовского района от врача скорой помощи. На место происшествия выехала следственная оперативная группа. Было установлено, что смертельные травмы ребенку нанесла обезьяна. Следователям владельцы зверинца сказали, что она сорвалась с цепи, когда они чистили клетку. Животное проникло на территорию соседнего домовладения, где в это время в коляске спал грудной ребенок. Обезьяна напала на младенца и причинила ему смертельные телесные повреждения. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Севастополю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности грудному ребенку. Часть первого статья 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается. Я сама мать, у меня двое деток, и мне очень жаль, что, к сожалению, эту женщину, которая обращалась во все инстанции, могут услышать только сейчас. Я надеюсь, что ее действительно услышат. Это ужасно, что произошло. Разорвать дитя в коляске какая-то обезьяна, дикая совершенно, какой-то ужас. Родственники погибшего малыша били тревогу давно. Писали жалобы, письма, обращения в милицию, СССР, экологическую службу районной и городской администрации. В ответ приходили отписки. Ничего так и не сделано. Теперь вот такое событие. Обращаюсь ко всем правоохранительным органам. Севастополь, а всем службам, чтобы это просто так. Ее было оставлено, чтобы злодеяние это было наказано, чтобы этих животных отсюда вывезли. Это не место, где живут дети. Маргарита Пронина, Павел Красиков, Севинформбюро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова